Топ причины, почему вы никак не можете набрать подписчиков, например, тысячу подписчиков и 4000 часов просмотров, что очевидно важно. Я регулярно общаюсь на консультациях с начинающими ютуберами, очень часто слышу о несправедливости на ютуб. Да. Возможно, вы тоже когда-то задумывались о том, почему маленькие каналы остаются маленькими, они не попадают в рекомендации, а при этом большие каналы получают так много просмотров бесплатно от ютуб. У меня пытаются узнать, как же работает ютуб алгоритм, чтобы обхитрить его и получить больше просмотров и подписчиков таким образом. Есть, конечно, очень много причин и много волшебных таблеток, но сегодня я расскажу о пяти важных и самых популярных причинах, почему маленькие каналы не растут. Во-первых, я вам хочу сказать, что чаще всего причины, по которым начинающие ютуберы не могут набрать первую тысячу подписчиков, это не подлость ютуб, и это не проблема сложных алгоритмов, причина вовсе в другом. Сейчас разберемся. Для тех, кто здесь впервые, меня зовут Кирилл Евсеев, на этом канале мы обсуждаем, как раскрутить ваши ролики, ваш ютуб-канал, что вам для этого понадобится, от знаний до аппаратуры для видеосъемки. Поэтому жмите лайк и колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные выпуски. Первая причина, почему вам сложно набрать подписчиков, это потому что вы делаете это впервые. Да, это очень важно осознать. Вы можете спросить у любого спортсмена, бизнесмена, музыканта, перед тем, как у него началось получаться, что ему понадобилось. Это много практики, осознание многих ошибок, много времени, чтобы найти работающую формулу. И лишь немногие сделали это самостоятельно, путем пробы ошибок, путем постоянных провалов и поисков решений. А очень многие сделали это с ментором или тренером, или с тем, у кого это уже получается. И я думаю, что вы понимаете, что вы не станете олимпийским чемпионом и не заработаете грэмми за пару тренировок или репетиций. Но почему-то многие думают, что в ютубе это прокатит. Причина номер два, почему так сложно иногда набрать подписчиков, набрать первую тысячу подписчиков, 4000 часов просмотров, это потому что есть огромное количество навыков, которые вам нужно будет освоить для того, чтобы стать профессиональным ютубером. Это умение рассказывать истории, умение рисовать картинки к видео, умение улавливать интересы аудитории, умение видеосъемки, понимание основных законов видеомонтажа. А также вам нужно будет прокачать еще большое количество навыков. Вам нужно изучить, что такое невербальное общение, язык вашего тела, при помощи которого также передается огромное количество информации вашему зрителю. Также вам нужно будет разобраться в основах видеоосвещения, в вопросах звука, другого съемочного оборудования и, конечно, в вопросах позиционирования и брендинга. Да, это действительно очень много вопросов, которые вам стоит освоить и, скорее всего, не получится избежать ни одного из них, потому что иначе вы будете уступать конкурентам, которые в этом разбираются лучше. И да, никто не сможет освоить эти навыки буквально за пару вечеров. Например, я вопросами видеопроизводства занимаюсь с самого детства и более 10 лет работал на центральном телевидении. И если говорить о том, как идет раскрутка YouTube-канала, то, конечно, первые 100,000, 10,000 подписчиков даются каналам обычно сложнее всего. Но если вы осознаете вещи, о которых я расскажу далее и будете применять их, то набрать первую тысячу подписчиков или несколько тысяч подписчиков будет гораздо легче. А если они у вас уже есть, то проверьте, действительно ли вы применяете все то, о чем я говорю, что важно для фундамента на YouTube. Во-первых, вам нужно четко понять, какую пользу вы несете, какое предложение у вас есть для зрителя и сформулировать его. Очень часто на консультациях, когда я вижу, что с этим проблемы, то я спрашиваю у авторов, давайте вы продолжите мое предложение. Мой зритель подпишется на мой канал, потому что... Дальше я слышу паузу и замешательство, потому что большинство не могут убедительно ответить на этот вопрос. Идеальная ситуация – это когда новый зритель заходит на канал и сразу понимает, о чем он. И думает, вау, это такой канал, который я так долго искал, и смотрит на нем все видео подряд. Но почему он должен это делать, зависит прежде всего от вас. Второе, я очень надеюсь, что вы действительно делаете анализ роликов, которые уже есть на YouTube, перед тем, как снимать свое видео на такую же тему. Скорее всего, вы это делаете, но все же я вам об этом напомню, что нужно обратить внимание на то, сколько просмотров набирают подобные ролики. Действительно ли много роликов уже снято или предложения на YouTube по этому поисковому запросу очень скудные. Ну и, конечно, вам нужно обратить внимание в поиске, какие ролики набирают действительно много просмотров, если на самом канале при этом не так много подписчиков. Скорее всего, они попали в интерес аудитории и так сильно зацепили ее, что YouTube стал активно рекомендовать это видео. Если на канале, например, 100 тысяч подписчиков и ролик набрал 50 тысяч просмотров, то, в принципе, в этом нет ничего удивительного. А если на канале 1000 подписчиков и 50 тысяч просмотров на одном видео, то на такое видео обязательно нужно обратить внимание. Для того, чтобы в поиске было удобнее смотреть, сколько подписчиков и какие теги они используют, обязательно установите видо IQ YouTube Buddy, на них будут ссылки в описании. Кстати, более подробно я рассказываю о том, как правильно придумывать идеи для видео в отдельном ролике, ссылка тоже на него будет в описании. Поговорим о таинственном YouTube-алгоритме. Действительно ли он останавливает маленькие YouTube-каналы и ограничивает их от большой аудитории и не дает попадать в рекомендованные? Я работаю с продвижением многих каналов от нуля до сотен тысяч подписчиков. В описании к этому ролику вы можете найти на странице рекомендаций от подобных каналов, с которыми мы работали по раскрутке или анализу на разных этапах. Но сейчас мы говорим не о крупных каналах, а именно о тех, у кого еще не так много подписчиков. Я видел сотни раз, когда каналы росли с нуля до десятков сотен тысяч подписчиков благодаря правильному подходу. И это не проблема YouTube-алгоритмов в том, что некоторые каналы не росли. Но иногда ютуберам сложно самому заметить причины, которые ограничивают их от роста, замыливается взгляд и нужен взгляд со стороны. Итак, какие причины я чаще всего вижу у начинающих авторов? Прежде всего, это очень слабое оформление канала, слабый бренд. Мы говорим не только о современной шапке канала, о слабых или современных картинках для видео, а также о некачественном оформлении титров внутри самих видеороликов. И, конечно, я думаю, что вы уже избавились от заставки на ваших роликах. Также часто есть ошибки в позиционировании канала. Новый зритель, когда заходит на него, он хочет понять, прежде всего, для кого предназначены эти видео. Действительно ли он тот самый человек, кому это подойдет? Может, это канал для детей, а я уже слишком стар для такого контента? Или наоборот? И также он пытается понять в ваших роликах, какую пользу он получит. Это сложные вопросы, иногда на них не так просто сходу ответить. Какую пользу несет ваш канал? А чем он будет отличаться от других подобных каналов? И иногда авторы действительно отвечают на этот вопрос самим себе, но не могут никак донести это своему собственному зрителю. И с этим тоже бывает проблема. Если зритель включает ролик через рекомендации, то он сразу должен понять, о чем этот канал и для кого он предназначен. Например, мой канал поможет вам сделать ваши ролики более интересными, качественными. Таким образом, вы сможете получить больше подписчиков и общаться с крупной аудиторией, менять их и свою жизнь. Это миссия. И у вас должна быть миссия. Я не говорю, что вам нужно обязательно представляться точно так же, как это делаю я в своих роликах. Но если это возможно, то почему бы и нет? Или попробуйте донести другими способами, чему посвящен ваш канал. Еще одна причина, почему маленькие ютуберы не набирают подписчиков и не могут разобраться, как это сделать. Она заключается в очень слабых заголовках и картинках для видео. Авторы некоторых крупных каналов часто тратят на картинки для видео чуть ли не столько же времени, сколько на производство роликов. Но проблема в том, что когда вы только начинаете писать заголовки и рисовать превью, то у вас еще нет понимания, какие из них действительно работают, а какие не подходят для вашей аудитории. В этой ситуации обычно не важно, какое качество видео вы сделали. Если никто не нажал на вашу картинку, то его никто не увидит. Такие проблемы бывают даже у крупных каналов иногда. При этом я вам не советую вдаваться в крайности. Кликбейт, ложь на картинках не исправят ситуацию, потому что YouTube отслеживает удержание аудитории. Если у вас плохо с рисованием в графическом редакторе, есть несколько методов. Первый, вы можете использовать помощь фрилансера, то есть заказать кому-то опытному профи, чтобы он рисовал ваши картинки для видео, шапку для канала. Или другой метод, записаться на курсы по фотошопу. Третья причина, по которой маленькие каналы чаще всего не растут, конечно же, это качество роликов. И я говорю не только о качестве видеопродакшена, но и также о самом контенте, о содержании роликов. Большинство ютуберов уверены, что их контент превосходный, потому что они тратят часы на производство. И получается как с любимым ребенком. Для вас он самый любимый, а для других людей это просто ребенок. И чтобы объективно смотреть на ваши ролики, нужно не только предлагать обсудить их откровенно с вашими знакомыми, но и грамотно изучить ютуб-аналитику. Именно там показано, на каком моменте люди уходят. И стоит проанализировать, почему именно в этот момент падает удержание аудитории. Возможно, вы увидите, что ваше вступление не привлекает людей, или заставка к ролику слишком длинная, отпугивает их. А возможно, вы увидите, что люди уходят на затянутом плане, которые не меняются дольше 30 секунд, и поэтому падает удержание аудитории. Такое тоже возможно. И чем чаще вы будете отслеживать удержание аудитории, тем лучше у вас будет получаться делать следующие ролики с пониманием интересов зрителей. И они будут более интересными, конечно. Также, если вы отвечаете на какую-то тему, то подумайте, а где еще собираются люди, связанные с этой темой. Например, есть форумы, кладоискатели, или журналы на эту тему, на тему автодела. Следите за ними, чтобы становиться более прокачанным экспертом в том, о чем вы рассказываете. Еще одна причина, почему бывает сложно набрать подписчиков, это потому, что вы делаете неправильные призывы к действию, или вообще их не делаете. Чаще всего люди говорят, подписывайтесь на мой канал. И это все. Но зрители так часто уже слышали эту фразу, что этого для них мало. Скажите им, зачем нужно подписаться? Да, призывы к действию – это отдельное искусство у ютуберов. Нужно учиться ему. Я видел, наверное, сотни каналов, которые быстро росли. И вы тоже можете быстро расти. И ничто не сдерживает вас от этого. И не думайте, что это как-то невероятно сложно. Все в ваших руках. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok